здравствуйте дорогие друзья с вами игорь илдашев на самом деле уважаемые друзья вот мы начали репортаж с обзорного видео маршал рассказали вам немного с главным инженером о том что сегодня представляет завод и хотелось бы отдельной строкой зайти в конструкторский отдел где на самом деле уважаемые друзья делаются сегодня все инновации ноу-хау и конечно же технологические процессы совершенствуются заводом маршал на мой вопрос сегодня будет отвечать главный конструктор шевченко владимир викторович который расскажет о заводе маршал и конечно преимущество шаром отмуры маршал здравствуйте владимир викторович буквально немного времени прошло с нашей встречи на акватер в москве вы там рассказывали о заводе о модернизации спасибо конечно за приглашение мы сюда приехали увидели настоящее производство но тем не менее хотелось бы услышать от вас как и главного конструктора какие новинки какие модернизации какие новые разработки вашей компании предложат ближайшее время своему потребителю мы постоянно работаем над расширением ассортимента нашей продукции потому что как бы мы считаем это главным не останавливаться на достигнутом и двигаться как-то вперед сейчас у нас практически завершена работа над разработкой и изготовлением кранов с уплотнением металл по металлу это была скажем так непростая задача и для нас это как я считаю это большое достижение как для нашего конструкторского отдела так и для нашего производства причем сейчас краны металл по металлу уже изготовлены опытные образцы мы практически уже стоим не непосредственно перед началом их серийного производства краны металл по металлу у нас планируется изготовление в трех направлениях это краны для абразивных сред второе направление это краны с уплотнением металл по металлу для высоких температур порядка 500 градусов цельсия и третье направление это краны для давлений до 250 атмосфер значит все эти разработки были сделаны в нашем конструкторском отделе опытные образцы изготовлены непосредственно силами наших технических служб это была непростая работа мы с есть и сейчас мы стоим на на этапе испытаний запуска производства серийных образцов и на этапе нам нужно еще произвести некоторые работы по испытаниям этих кранов сплотнения металл по металлу на специализированных стендах здесь мы уже у нас есть партнеры которые нам помогут в этом это наше одно из самых важных направлений в нашей деятельности значит чтобы но тем не менее у нас еще очень много новинок скажем так наших разработках значит это следует отметить еще это регулирующие экраны регулирующие балансировочные экраны мы их практически освоили уже выпуск всей линейки кранов до дн-200 включительно и уже готовы как бы к серийному производству готовы предлагать их своим покупателям это регулирующие экраны как с линейной характеристикой так и с равнопроцентной характеристикой и мы можем предложить нашим заказчикам целеносфорные экраны изолирующие то есть это скажем так особый сегмент целеносфорных кранов которые в основном востребованы газовщиками то есть на они устанавливаются на газопроводах далее значит уже давно сносим не то что давно уже некоторое время в течение почти года производить мы освоили производство трехходовых кранов трехходовые экраны у нас как фланцевые так и так и под приварку а также муфтовые экраны вариантом скажем так конструкции цельно сварных кранов которые востребованы в данный в настоящее время многими потребителями это например ценно сварные экраны подземного исполнения то есть для бескональной прокладки с телескопическими штоками цельно сварные экраны со специальными покрытиями то есть иногда потребителю необходимо какие-то особые условия эксплуатации и мы можем в этом нам помогают наши партнеры проверенные скажем так длительной работой с ними они предлагают нам как очень очень качественные и покрытия в том числе усиленного типа по скажем так любому мы можем практически любое требование заказчика выполнить по качеству по части покрытия ну стоит также наверное упомянуть что возможно комплектация наших экранов подземное исполнение переносными редукторами также возможно изготовление кранов с различными видами теплоизоляции в том числе изготовление кранов со съемной теплоизоляцией а также с ппу изоляции изоляция пенополиуретам вот для нас сейчас в этом нет никаких проблем мы уже полностью освоили это производство дальше еще что касается цельностранных кранов из из новых наших изделий это краны с переходами на полиэтиленовые трубы в частности если сначала мы покупали у своих партнеров неразъемные переходы полиэтилен сталь то сейчас мы освоили уже сами на своем производстве выпуск этих переходов то есть мы можем как делать как краны как как краны с перед с переходами так и можем продавать отдельно неразъемные соединение полиэтилен сталь изготовленные уже первые опытные образцы кранов диаметров дн 700 вот как ценносорные так и разборные которые в общем-то прошли успешно прошли испытания владимир векович спасибо большое конечно за презентацию на самом деле уважаемые друзья мне конечно впечатлили большие экраны 700 миллиметров потому что мы искали так подошли к одному из стенду где испытывался подобный экран подобный образец и конечно мы увидели как изготавливаться шаровые пробки для подобных изделий а вот у меня несколько вопросов мы увидели очень много интересных конструктивных так сам приспособ а как у вас ведется работа по модернизации на технологического процесса потому что это очень важно ведь это движение вперед как вы искали металл по металлу это следующий ваш шаг следующая ступень но это невозможно была ступень без именно улучшения технологического производства несколько слов об этом да и говорю вы совершенно правы изготовление скажем так любых принципе кранов но тем более крана больших диаметрах не невозможно без специальной технологической оснастки и мы мы на нашем производстве этому уделяется очень большое внимание что я хочу хотелось бы сказать что вся оснастка разрабатывается силами только нашего конструкторского отдела у нас есть достаточно квалифицированные специалисты которые успешно разрабатывают оснастку которая впоследствии работает впоследствии это же это оснастка изготавливается тоже на нашем же предприятии у нас очень хорошая служба оснастки там тоже очень высококвалифицированные специалисты и в результате получается что мы не имеем проблем каких-то с обработкой скажем так детали очень больших не диаметра в том числе шаровых пробок а также других там очень много оснастки и для обработки корпусной корпусных деталей и шпинделей и так далее все это делается на нашем производстве это наши собственные разработки они в большинстве случаев они оригинальные в нашем отделе 20 конструкторов это молодые ребята в основном это большинстве случаев молодые ребят и ребята мы при поступлении на работу тщательно производим тщательный отбор наших кандидатов то есть они поступают на к нам на работу они проходят обучение у нас тоже разработана система обучения специалистов и и конструктор 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 постоянно повышают в баре свою квалификацию ну и в результате всего этого я бы сказал что коллектив конструкторского отдела это очень хорошие специалисты они молодые амбициозные скажем так они стремятся достигнуть чего-то большего то есть в этом случае я считаю что у нас очень хороший конструкторский коллектив и поэтому мы как бы нацелены на выполнение больших и сложных задач и я надеюсь что мы их выполним все намечено да замечательно у меня только еще один вопрос я знаю что проблема существует практически во всем машиностроении в россии в том числе с кадрами как вы решаете эту проблему сегодня особенно в сфере того что по недавним событиям очень много народа уехало но люди я слышал возвращаются да люди возвращаются и многие люди которые скажем так работали у нас раньше стараемся брать на работу кроме тех специалистов которые у нас уже работали раньше мы стараемся брать молодых и скажем так никому еще не известных которые еще ни в чем себя не проявили и для этого мы привлекаем выпускников наших технических учебных заведений которые у нас в общем то работают и выпуске про специалистов каждый год у нас есть связь с ведущими кафедрами наших технических учреждений и как бы мы стараемся самых лучших и перспективных студентов заранее приглашать к себе на работу вот и в большинстве случаев это дает положительные результаты у меня еще один из последних вопросов остался к вам по поводу все таки зарубежной арматуры в россии очень большая конкуренция особенно нефтегазе зарубежными компаниями какое преимущество предоставляет маршал для тех людей которые работают в нефтегазе нефтехимии в переработке в транспортировке то есть основное преимущество вашей продукции преимущество нашей продукции для нефтегаза ну во первых я бы сказал что она не уступает в принципе продукции иностранных компаний и при этом я бы выразил такое мнение что она дешевле стоит наш завод имеет опыт производства трубопроводной арматуры 25 лет скажем так более 25 лет и скажем так за это время конструкция наших кранах подвержалась начисленным испытаниям начисленным модернизациям мы учитывали скажем так множество мнений наших заказчиков и мы всегда очень внимательно к этому относимся и стараемся привести да скажем так улучшить конструкцию наших кранов с учетом всех пожеланий потребителя вот поэтому на сегодняшний день что можно сказать о нашей продукции что она дешевле продукция зарубежных производителей но тем не менее она по качеству им не уступает на самом деле уважаемые друзья я я еще подвяжу с резюмирую которую как я люблю традиционно в конце репортаж сделать мы прошлись по этому предприятию я увидел очень обширную мощную конструкторскую работу по улучшению оптимизации процессов технологических то есть везде постоянно чувствуется рука и модернизация производства из чего складывается стоимость любого продукта откладывается из издержек на производство и конечно из издержек на персонал скажем так тех специалистов экспертов которые собственно и держат ведут производство так вот на маршале и первое и второе очень сильно оптимизировано в хорошем плане то есть люди постоянно занимаются улучшением технологических процессов чего стоит только полировка шаровой пробки диаметром 500 миллиметров о которой мы немножко попозже расскажем и станке который сегодня действует на заводе маршал я откровенно говоря увидел новые подходы к производственным процессам в том числе и к полировке шаровой пробки меньших диаметров 50-65-80 миллиметров это целая философия это целое направление которым занимается конструкторский отдел на заводе маршал и что самое важное как говорил Владимир Викторович очень много специалистов то есть конструкторский отдел состоит не из двух и даже не из пяти человек а это более 20 специалистов молодых ребят тех которые действительно занимаются постоянно что-то изобретает и делают более того насколько я понимаю у завода есть программа поощрения и стимуляции подобных изобретений так что судите сам уважаемые друзья а собственно говоря я могу еще одно добавить меня конечно впечатлило здесь на конструкторском отделе та работа которая сегодня проводится я думаю даже можно поставить пример некоторым предприятиям производящим арматуры для нефтехимии нефтегаза потому что здесь действительно чувствуется рука профессионалов и людей которые постоянно работают с клиентом Владимир Викторович спасибо вам большое за встречу ну и собственно говоря один из последних вопросов мы его часто задаем ваши планы планы на ближайший год восемнадцатый потому что ну собственно говоря все плохое фактически позади остается жить только лучшим и планировать лучшее что дальше да Игорь правильно вы сказали и мы несмотря на все трудности планируем двигаться вперед планируем двигаться кстати как к новым высотам к новому качеству к повышению качества нашей продукции это в первую очередь в планах есть дальнейшее увеличение скажем так наших линейки наших уже разработанных кранов то есть увеличение их диаметров увеличение давлений в частности планируем дальнейшее увеличение производства и разработки производства дисковых затворов то есть в сторону увеличения диаметра 300 400 500 и так далее как двух эксцентриковых так трех эксцентриковых то есть это уже как бы наши перспективные планы также по поводу шаровых кранов тоже есть планы по их модернизацию в качестве естественно с целью улучшения их качества наши планы ни в чем в дальнейшем не уступать иностранным производителям скажем так в качестве и в типоразмерах кранов и я надеюсь что они будут достойной заменой любым скажем так любой продукции наших конкурентов я думаю что на самом деле вы к этому движетесь уважаемые друзья знаете у маршалла есть такой лозунг надежное управление энергией и все таки здесь чувствуется то что люди которые здесь изобретают модернизируют и делают эту продукцию они надежно уверены в том что их продукция будет управлять этой энергией удачи вам успехов развития и новых интересных идей и их реализации спасибо вам уже мои друзья на самом деле мы всего лишь начинаем то есть дальше вы увидите еще больше интересных репортажей поэтому ждем вас в следующих сериях хорошего вам рабочего дня и конечно отличного душевного настроения до новых встреч друзья